РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и уличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи с 15 по 23, 16 главы Евангелия от Иоанна. Вся Елика Химать Отец, Моя суть. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит Вам. Вскоре Вы не увидите Меня. И опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам? «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили. Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит. И Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли, спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?» Истинно, истинно говорю Вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль Ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и Вы теперь имеете печаль. Но Я увижу Вас опять, и возрадуется сердце Ваше, и радости Вашей никто не отнимет у Вас. И в тот день Вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю Вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст Вам. В 15 главе Евангелия от Иоанна, в самом начале прощальной беседы Христа с учениками, есть совершенно удивительные слова. «Я уже не называю Вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но Я назвал Вас друзьями, потому что сказал Вам все, что слышал от Отца Моего». Далее Христос без использования каких-либо притч, без использования образного поэтического языка говорит со Своими учениками, как с абсолютно равными. Своими словами Он стирает границу между Богом и человеком. Он окончательно устраняет ту преграду, которая начала разрушаться с момента Его воплощения. Прощальная беседа с учениками – это разговор двух взрослых. В ней нет места какому-либо утаиванию или же умолчаниям. Здесь Христос говорит открытым текстом. Эти слова – своего рода завещание всем Его ученикам. Среди прочего Он произносит такие слова. «Вы вас плачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Очевидно, что здесь речь идет о Его скорой смерти на кресте и о последующем воскресении. Но при этом стоит помнить, что христианство уделяет большое внимание подобиям. Невозможно быть христианином и избежать тех переживаний и тех состояний, которые были у апостолов. То, что было сказано апостолом применительно к конкретной ситуации, актуально для всех поколений христиан и для каждого отдельного христианина. «Мы будем печальны, мы восплачем и возрыдаем, но печаль наша в радость будет». Временная печаль неизбежна в жизни христианина. Неизбежны смятения, неизбежны проблемы и нестроения. Правда, когда мы говорим обо всем этом, то чаще всего мы имеем в виду нечто весьма приземленное. К примеру, ту печаль, которая вызывает болезни, смерть близких людей или же банальные проблемы в семье и на работе. Но Христос говорит о печали иного рода, о той печали, которая была у апостолов после взятия их учителя под стражу. Почему они были смущены и печальны? Если отбросить все второстепенные причины, то становится очевидным главное – они были разлучены со Христом. Они не могли быть с ним рядом. Именно этот факт печалил апостолов. Именно от этого их души были в смущении. После Христового воскресения стало невозможно разлучиться с Христом в силу какой-либо внешней причины. Если мы не со Христом, то проблема внутри. Она заключается в самом человеке, в его воле. Если я совершаю грех, то я ухожу от Христа. Если я не живу Христом или Христа в какой-то момент своей жизни, то я не с ним. Причина всегда одна – воля человека. Она-то и есть причина христианской печали. Но Бог видит нашу слабость. Он готов прийти на помощь. Потому-то Господь и говорит о грядущей радости тех, кто будет переживать печаль такого рода. Евангелие. День за днем.